Первой женщиной в рядах британской армии оказался мужчина, вернее, трансгендер, некогда бывший мужчиной по имени Бен. Вот она, 24-летняя Хлоэ Аллен. Однажды гвардейцы Бена заметили в женском платье, и после этого он решил больше не скрывать желание сменить пол. Операция прошла успешно, и уже женщина Аллен сменила документы. Руководство британской армии пошло навстречу и разрешило гвардейцу остаться на службе даже после операции. Британским женщинам находиться на передовой разрешили в июле этого года на саммите НАТО в Варшаве. Раньше они могли служить в подразделениях и участвовать в боевых действиях, но с оговорками. Например, могли быть летчиками, моряками или саперами, а вот пехотинцами или танкистами уже нет. Кстати, к кандидатам на службу в боевых и пехотных подразделениях действуют очень строгие требования. Девушки-новобранцы должны пробежать марш-бросок на 13 километров с вещмешком весом 25 килограммов. И это испытание считается одним из самых легких. По статистике, менее 5% вынослужащих женщин смогут пройти такой отбор. Наравне с мужчинами женщины служат в армиях Франции, Германии, Канады, Беларуси и многих других странах. Однако они могут занимать не все должности. Часто их не допускают на передовую. Есть и разрешение на службу трансгендеров в Соединенных Штатах. А в некоторых странах прекрасный пол воюет наравне с сильными. Например, в Израиле, где третий солдат – женщины. Они служат в сухопутных войсках, во флоте и в авиации. Срок службы, правда, меньше, чем у мужчин – два года вместо трех. Кроме того, представительницы слабого пола могут рассчитывать на осрочку из-за беременности, материнства, замужества или по религиозным соображениям. В нашей стране женщины тоже служат по желанию и по контракту. В армии, во флоте, даже в космических войсках около 50 тысяч солдат, прапорщиков и офицеров в юбках. Еще столько же занимают гражданские должности.